Ну-ка, ну-ка, а вы знаете, что означает каждый сигнал светофора? Сейчас мы вам это нарисуем. С помощью чего-нибудь круглого, например, стакана, рисуем три кругляшка в центре. Рядом проводим линии, чтобы получился прямоугольник. Рисуем козырьки над каждым будущим сигналом. Сбоку тоже. Да, так как козырьки объемные и выходят вперед, то по бокам они выглядят именно так. Сверху и снизу рисуем дополнительные детали, крышечки, и не забываем про столб, на котором стоит светофор. Дальше я решила заштриховать некоторые части, а остальное раскрасить красками. Темно-серая основа и цветные сигналы. Кстати, в Берлине есть светофор, который имеет целых 13 световых сигналов. В этой системе сложно разобраться, поэтому рядом постоянно находится полицейский, который объясняет его сигналы. Ну а нам с вами в первую очередь нужно запомнить всего три самых главных сигнала. Красный сверху, желтый посередине, зеленый снизу. Это мировой стандарт. Приняли его для того, чтобы люди, которые способны различать только яркие цвета и некоторые оттенки, могли спокойно перейти в улицу, зная, где какой сигнал находится. На фоне рисуем облачка. Берем черный фломастер и дорисуем личики нашим сигналом. Итак, красный запрещает движение, поэтому он такой строгий. Обязательно нарисуйте ему руки в боки. Желтый говорит вам приготовиться, поэтому рисуем ему прищуренные глазки и одну поднятую ручку. Ну а зеленый самый добрый и разрешает движение. У него широкая улыбка и подняты обе ручки. Надеемся, вы хорошо знаете каждый сигнал. Кстати, красный из них самый строгий. Но по нему видно, верно? А мы еще увидимся в новых уроках.